Делегация из Хакасии Делегация из 8 человек из Хакасии побывала на съезде. Это были как избранные делегаты, так и делегаты по статусу и участники. На этом съезде два дня мы работали. Первый день были дискуссионные площадки, которые охватили все сферы жизни и деятельности наших граждан, нашего государства. Ну а на втором съезде уже была сама пленарная часть, на котором съезд при помощи голосования и при помощи выступлений принимали свои решения. Это был первый этап съезда, а второй этап уже по выдвижению кандидатов от партии будет состояться в июне этого года. На съезде работали различные дискуссионные площадки, в каких поучаствовать пришлось вам? Именно я, как руководитель сполкома, принимал участие в работе дискуссионной площадки по обсуждению положения о проведении предварительного голосования. По отбору кандидатов, правильно по положению называется, участников предварительного голосования. Все свои предложения загодя мы собирали со всех местных отделений, у нас было обсуждение в республике широкое. После этого мы его сформировали и пакетом отправили в Генеральный совет партии, а дальше уже на этой дискуссионной площадке мы обсуждали уже проект как готовый продукт. И все-таки как бы были определенные моменты, уже может быть не в плане того, чтобы внести изменения в положение, а все равно в порядке каких-то уточнений. Допустим, у нас в порядке обсуждения здесь в Хакасии возникли свои вопросы, я задал этот вопрос на площадке, и Сергей Иванович Неверов, в общем-то, как бы дал нам возможность, ответил на нас. Вопрос был такого плана, что у нас, когда будут проведены дебаты, есть фиксированные даты. Их всего лишь там 14 получается, и есть жизнь, страна большая, да, могут быть и через всякие ситуации, могут быть запреты на проведение общественных мероприятий, да. И поэтому, если вдруг такое случится, то получается, что мы этих площадок лишаемся. То есть я спросил, можно ли по согласованию с федеральным оргкомитетом сделать перенос площадок, если есть такие объективные причины, на что получил утвердительный ответ. Я считаю, что это важно, такое понимание, потому что все может случиться, и мы должны быть к этому готовы. Ну вообще, какие настроения у нас сейчас во власти и в Москве в частности? Ну, странного власти, ну я бы так сказал, вот съезд, который прошел, это съезд людей, которые понимают, вот, Сергей Владимирович Комаров назвал съезд уверенных людей. Я с ним полностью согласен, потому что на самом деле, то есть выступление всех тех докладчиков и выступающих, было понятно, что мы знаем четко свои цели, знаем инструментарий, при помощи которых мы будем добиваться своей победы, да, не сомневаясь в этом, на выборах Госдумы. Все-таки этот съезд по отбору кандидатов, да, по выдвижению положения, дальше по следующий этап, это по выдвижению кандидатов от «Единой России» на выборы в Государственную Думу. Ну, то есть была сформирована комиссия под председателем нашей партии Дмитрия Медведева по выработке программы партии на выборы. То есть вот это съезд, на котором было видно и понятно, что есть линия, есть программа, то есть мы четко понимаем, куда следовать, нет никаких двояких суждений, как бы, да, и высказаний. То есть мне и до съезда было понятно, и после съезда у меня и всей делегации четкое понимание, что делать, куда идти, да, и какая цель, и как ее достигать. То есть вот эта вот волна упаднических настроений, она все-таки у нас уже сошла, сходит во всяком случае на нет. Я не могу сказать за всех, я скажу, что в «Единой России» именно так, что никакой волны упаднических настроений на сегодня нет, как бы, да, мы должны быть на подъеме, то есть у нас впереди большие мероприятия, это предыдное голосование, это огромнейшее мероприятие. Оно, хоть и многие его сравнивают с праймеризом, да, не нашим словом, но все-таки это совершенно у нас другой вид. Вот оно у нас пройдет 22 мая, и оно будет по новым правилам проходить. Вот расскажите о них поподробнее, чем они меняются, что у нас изменилось? 22 мая будет единый день голосования, а сам старт предыдительного голосования можно назвать в Насхакасии 12 числа, то есть завтра. Почему? Потому что у нас сформирован организационный комитет по проведению предыдительного голосования, который мы отправили в федеральный оргкомитет, и они нам, у них завтра будет заседание, они нам его, при его утверждении состава, у нас состоится первое заседание, и мы начинаем старт предыдительной кампании, и с этого дня мы можем принимать уже заявления людей для участия в предыдительном голосовании. По модели, то есть вот многие называют его народным, это, конечно, неправильно, но все-таки как бы это хорошее сравнение, потому что ранее у нас были различные модели, то есть это было, можно было провести среди членов партии, можно было провести среди членов партии и представителей организаций, с которыми мы сотрудничаем. Так же можно было там и среди выборщиков, но такого широкого и гласного, обширного мероприятия мы еще не проводили, то есть оно будет максимально освещено, то есть будет максимальный доступ и для участия в качестве и кандидата, и для участия в качестве выборщика. Любой желающий может прийти на наши предыдительные голосования. Независимо от партии принадлежности. Независимо от того, нет, членов других партий мы принимать, конечно, не будем. Это было бы неправильно, но это совершенно неправильно, это противоречит всем принципам существования партии. Но, в принципе, любой гражданин, который является либо членом партии нашей, либо сторонником Единой России, либо является беспартийным, либо он прицелил какой-то общественной организации, то есть может быть выдвижение пройти как от, либо самодвижением, либо от общественной организации. Но все-таки Оргкомитету определенные рамки мы ставим, потому что все-таки наши ряды должны быть чистыми, и туда должны попасть все-таки наиболее достойные люди, и впоследствии должны быть выдвинуты кандидатами от нашей партии. Поэтому мы не допускаем людей, которые имеют судимость. Хотя, казалось бы, со стороны избирательного законодательства человек просто обязан указать наличие судимости, и он имеет право избираться и быть избранным. Но мы решили так, что пускай у других партий в графе наличие судимости будут какие-либо пометки, у нас во всех бюллетенях эта графа останется пустой, она будет чистой, и это правильно, я считаю. Также в плане процедуры будут у нас дебаты, на которые может прийти также любой желающий, и послушать, каким образом выступают наши кандидаты. Для чего это необходимо? Смысл в том, что в Государственную Думу должен пройти человек, который будет профессиональным, который будет нашим, который будет заинтересован в том, чтобы Хакасия жила, процветала и развивалась, чтобы этот человек смог донести... Потому что Государственная Дума — это довольно большой кворум различных людей, которые законодательные проекты и предложения, которые ты вносишь, нужно будет их грамотно доложить, пообсуждать, подебатировать в том числе, и попытаться их донести и в свой законопроект доказать его необходимость. Поэтому мы будем в плане нашего предыдущего голосования выявлять именно таких людей, которые способны и на дебатах, и на встречах доказать свою точку зрения, доказать свою состоятельность, свое уважение, свою популярность. Потому что это очень важно. Просто найти профессионала среди наших партийных рядов — это одно. Ну, в принципе, по большому счету, раньше так и было. Сейчас мы пошли шире, и это, думаю, принесет огромнейшую пользу и для развития нашей партии, и для нашей республики, когда мы отберем все-таки нашего кандидата. Причем мы отберем не одного кандидата. Мы отберем кандидата по одномандатному избирательному округу, и также мы отберем кандидатов, которые войдут в список от «Единой России». Я бы хотел здесь отметить, что на самом деле, вот в прошлый раз, когда мы в 2011 году выборы проводили, там у нас было по спискам. И, в общем, это как бы не так-то и много мы набрали за «Единую Россию», если говорить прямо. Но все-таки депутат у нас есть, Надежда Сергеевна Максимова, которая сегодня интересы Хакасии представляет, представляет в очень важном бюджетном комитете, и огромную пользу приносит. Это показывает ее встречи, когда она ездит с людьми, не видно ее заинтересованность, это показывает ее работоспособность. Каждый месяц она приезжает к нам и проводит прием граждан, и это все идет не впустую. И вот сейчас у нас есть возможность на выборах, в принципе, по большому счету, и двух депутатов Хакасии получить. То есть одного, допустим, по одномандатному избирательному округу, и далее, впоследствии, если найдутся такие популярные, уважаемые люди, которые встанут в региональную часть списка, допустим, за нашу партию, и если мы наберем достаточно большой процент выше среднего по России, там он должен быть, там определенная есть формула расчета, но все-таки нужно набрать довольно много голосов. Но, в общем-то, теоретически, возможно, два депутата от Хакасии в разных комитетах, как бы, это можно по большому счету в два раза усилить влияние республики в Государственной Думе. Но для этого нужно очень хорошо поработать, поэтому вот эта вот модель предварительного голосования нам в помощь, потому что она максимально будет открытой, она будет максимально публичной, все люди могут за ней следить, могут в ней принимать участие в плане, я уже сказал, либо выборщиков, либо участников, кандидатов мы называем участниками. Будет максимальное освещение, можно будет ознакомиться на нашем сайте, будет вся информация полностью выложена на Хакасском региональном линии партии «Единая Россия». И также будет федеральный сайт предварительного голосования, на котором тоже можно будет смотреть, когда будут встречи, какие выносятся темы, когда будут проводиться дебаты, ознакомиться с конфетой кандидатов, можно будет посмотреть, как это проходит в других регионах. То есть все максимально открытое? Максимально открытое будет и прозрачно. Каждый может принять в этом участие? Каждый заинтересованный человек, причем в качестве выборщиков могут приходить туда уже члены других партий и поучаствовать. То есть в качестве кандидатов мы, конечно же, отсекаем их, их ни в коем случае не принимаем. Причем здесь мы как бы все-таки вот в плане чистоты рядов Оргкомитету дано право по согласованию с федеральным Оргкомитетом, чтобы мы тут на свое... Ну, у нас, конечно, своя повестка, есть какие-то свои личностные взаимоотношения. Оргкомитет небольшой, всего лишь 11 человек, поэтому все-таки человеку, который каким-то образом ранее дискредитировал партию, то мы можем нашу партию, если он каким-то образом ранее ее дискредитировал, то мы можем его не допустить в качестве кандидата для голосования. Но тут стоит у нас барьер, чтобы не было каких-то личностных моментов, то есть федеральный комитет будет проводить консультации, чтобы все было максимально честно, и максимально все были учтены интересы. Ну, для нашего отделения «Единой России» эта поездка обернулась еще одной удачей. Сергей Комаров, секретарь регионального отделения партии, вошел в состав Генерального совета партии. Что дает преимущество, какие преимущества дает нам и ему, в частности, вот это повышение, так сказать? Ну, вы совершенно правы, это повышение, и Сергей Владимирович Комаров теперь сможет более часто бывать в высших органах руководства партии, доносить нашу точку зрения, наши проблемы, наш опыт, то есть близость к руководству, это всегда хорошо, то есть видеть повестку, видеть, чем дышит Центральный сполком, принимать опыт, то есть это, безусловно, будет нам в пользу, в плюс, тем более, что у нас также там находится и Юрий Александрович Шпигальский, то есть они вдвоем, я думаю, будут наши интересы там представлять, и это тоже важно, это тоже важно, это практически как бы так же, как выборы в Госдуму, избрали мы Сергея Владимировича в Генеральном Совете партии, это высший орган управления партии. Ну, это доверие и честь, наверное, да? Это и доверие, и честь, как бы и кардланш, конечно, на будущее, потому что мы же знаем, что Сергей Владимирович совсем недавно стал секретарем на нашей последней конференции, но он-то в рядах партии и в рядах высшего руководства Хакасского регионального отделения довольно давно, то есть это доверие оказано, то есть это не просто по должности, и далеко не каждый секретарь регионального отделения входит в Генеральный Совет партии, поэтому на самом деле это важно, это и честь, это и ответственность, с которой мы справимся, справимся с Сергеем Владимировичем, мы ему в помощь. Спасибо большое, что нашли время ответить на наши вопросы. Зрителям я напомню, что сегодня у нас в гостях был Игорь Мамонтов, руководитель исполкома Хакасского регионального отделения партии «Единая Россия». Спасибо, что были с нами, обязательно увидимся.